Ну что ж, пришло время снова поговорить о портативных устройствах. В 2024 году, мне кажется, многие о них знают, многие к ним привыкли, и в целом сейчас мало кого удивишь тем, что какое-то компактное устройство может запускать все твои новенькие игрушки. В этот раз ко мне попала в руки новая ROG LI X, о которой я вам сегодня расскажу. Да, я стал, кстати, еще более объективным обзорщиком в данном сегменте устройств, поскольку уже приходилось пользоваться первой версией ROG, а еще и Steam Deck'ом. И, соответственно, сегодня я даже могу их использование немножко сравнить и рассказать, что хуже, а что лучше. Устройства есть, что мне предоставили те самые ребята из Технодеуса, за что им огромное спасибо, и да, это те ребята, у которых в случае чего вы можете приобрести игровые устройства не только портативные, по типу 7D, ROG LI, Region Go, ну а еще и стационарные, такие как PlayStation 5 и Xbox Series. А если вы еще и промокод JumboMax используете, то получите скидку в 1000 рублей. Кроме этого, у них есть смартфоны, айфоны, ноутбуки, экшн-камеры. В общем, у них реально большой ассортимент. Помимо этого, делают доставку по всей России, предоставляют годовую гарантию, а также имеют шоурум в Москве. Поэтому, если вдруг вы хотели бы себе или своим близким что-то из электроники, переходите по ссылке в описании и покупайте все, что захочется в Технодеусе. После того, как через твои руки проходят уже несколько подобных устройств, признаться, нет того самого первого удивительного чувства, что ты берешь в руки какой-то уникальный аппарат. Ибо мое первое знакомство с Арукалаем было реально волшебным, от которого я фиговал, что вообще подобные устройства есть. Они удобны и при этом действительно предоставляют хороший игровой опыт. С X-версией вот этого начального волшебства, конечно, не было, поскольку ты его испытал ранее. Но самое главное, что при всем при этом, то самое удобство и в целом кайф от портативного гейминга остался, и даже скажу, что в некоторых аспектах стал лучше. Начну, пожалуй, с того, что X-версия, она действительно изменилась. Не кардинально, но все же. В первую очередь поменялась окраска, она стала черной. Также поменялась эргономика устройства, расположение кнопок, форма корпуса, дополнительные кнопки. И если не вдаваться в подробности этой темы, что на сколько сантиметров сдвинулось, уменьшилось и уехало, хочу сказать, что все изменения действительно пошли на пользу. Устройство стало удобнее держать за счет обтекаемой формы, которая теперь не упирается углами. Кнопки еще больше стали по расположению похожими на расположение контроллеров Xbox, но при этом все устройство стало немного весомее. Но могу сказать, что несмотря на это, им также удобно играть в любых положениях и руки не затекают. Особенно, если ты днями напролет играешь в Warface. Да, есть что это тот самый бесплатный шутер от первого лица, который доступен и на ПК. И в котором сейчас проходит ивен «Грозовые вершины», где вы сможете забрать совершенно бесплатно ценные призы и награды, которых никогда не было. До конца сентября любой авторизованный пользователь сможет забрать 4 набора для всех 4 классов на 30 дней. Получить ускоритель прокачки аккаунта на 14 дней. А за выполнение определенных заданий вас ждет еще больше уникальных камуфляжей, скинов и даже убойный пистолет Зиг Сауэр. И скин к нему, если ты новый игрок. А если ты играешь уже давно и активно, то тебе дадут уникальный скин для него. Но это еще не все. Вместе с рестартом в сезонах активности игроков ждет заряженный контент, абсолютно новая тактическо продуманная ПВП карта «Купол» для схваток в режиме «Командный бой», ультра-современная оружейная серия энергии и напряжения, доступные в боевом пропуске, а также серия молний за участие в ПВЕ сражениях и «Живая сталь» за достижения в рейтингах матча. За победу в любом ПВП матче вам будет присвоено коллекционное достижение в игре. И да, наконец-таки вернулись легендарные ПВЕ миссии «Белая акула» и «Марс». Поэтому, если бы ты хотел окунуться в динамичное сражение популярного бесплатного шутера Warface, то переходи по ссылке в описании, скачивай, играй и забирай все бесплатные награды. Единственное, поторопись, поскольку все это можно будет сделать до конца сентября. Дополнительные кнопки из что стали меньше, и если они выглядят как какие-то прыщики, лично мне они все равно показались удобными. И в целом, честно говоря, нет нужды иметь еще две дополнительные кнопки, и их более чем хватает. И вообще хорошо, что они есть, ибо в шутер я уже просто не знаю, как без них играть. Мне, кстати, все еще нравится их решение с охлаждением, из-за чего у них почти не греется задняя крышка, отчего тебе можно без проблем облокачиваться на колени. Устройство стало тише, и да, вроде как они еще решили проблему с памятью. Якобы некоторые карты плавились, сейчас они изменили расположение, и такой темы быть не должно. Дизайн в целом остался прежним. Сохранилась RGB подсветка около стиков, и хоть многие над ней смеются, говорят, что она не нужна, мне она нравится, и тем более ее можно в случае чего отключить или настроить. Но так или иначе, она дает какой-то, ну не знаю, более прикольный вид этому устройству что ли. Кстати, насчет стиков. Говорят, их здесь поставили более прочными, нежели в первой версии. Конечно, жаль, что они сделаны не методом холла, поскольку это был бы вообще огромный респект, но, надеюсь, тоже будут служить долго. По тактильным ощущениям устройство также приятное, к сожалению, все еще не обзавелось какой-то премиальностью, хотя в целом для X-версии могли бы сделать, ну не знаю, какие-нибудь вкладки софт-тача что ли. Но, видимо, это невыгодно, ровно так же, как и положить более прикольную подставку. Да, тут она тоже омега угарная, как и в первой версии, но только поделенная на две части. Единственное, несмотря на то, что форма стала чуть лучше, удобнее, для тех, кто в первый раз столкнет с подобными устройствами, придется все равно привыкать, ибо до обтекаемости, как на геймпаде, им далеко, да и в целом не нужно, ибо за счет этого они станут только толще, что скажется на проблеме в перевозке. Самый большой плюс, который в целом для меня это устройство сделал более идеальным, это батарея. Вот если в первом уроке у тебя заряд уменьшался просто на глазах и крайне быстро, то здесь совершенно иная ситуация, и аккумулятор засунули в два раза больше, за что им просто огромный респект, уважуха и хвала за то, что они услышали комьюнити. Ибо именно этот момент как раз таки ставил под сомнение первую версию. Вроде бы удобно, красиво, функционально, мощно, но поиграть около часа многим действительно казалось мало. Здесь же на какие-то тяжелые игрушки она реально может держать около двух часов, на какие-то послабее, еще дольше и даже дольше, чем на стимдеке. Кстати, когда я им пользовался и в целом общался на тем портативах, где в обществе чаще всего отдают предпочтение именно стимдеку, я понял самую главную разницу между этими двумя устройствами. И оно кроется даже не в априционке, как изначально казалось, а в возможности сделать игровой режим и режим рабочего стола отдельно. Чтобы вы понимали, Rock Alive все еще как неудивительно на винде, и в целом для многих это очень спорный момент, потому что с одной стороны вроде как все родное, понятное, и в то же время тебе дают больший список игр за счет возможности установить лаунчеры не только стим, а еще там иксбокс, юбики, эпиков, но в то же время тебя все равно возвращает к рабочему столу, к пуску, а конкретно к винде, которая работает не прям идеально. На том же стимдеке ты немного обоссаблюешься от ненужных тебе процессов и даешь себе какой-то более приятный игровой опыт, который тебя не отвлекает и держит только в играх. Но это чисто опять же я говорю как консольщик, в стимдеке есть свои приколы, тоже ошибки, но это выглядит чуть как-то презентабельнее. Asus в целом с первой версии понимала, что если выпускаем игровое устройство, нужно сделать что-то удобное и игровое. И в целом тут все еще есть специальный игровой режим, где будут только лаунчеры, игры, удобные шторки для быстрой настройки, это кстати реально удобная вещь, в которую ты можешь быстро приключить способ управления, что-то мелкое настроить, вывести нужные показатели, настроить сколько будет использоваться ватт для того, чтобы отрегулировать производительность устройства и его автономность. В общем про это подробнее вы можете посмотреть обзор первой версии, в целом мало что изменилось. Единственное я заметил, что с обновления данного режима на устройствах даже появилась возможность управления гироскопом, просто когда тестировал первую версию его там не было. Но несмотря на попытки сделать что-то обособленное игровое, проблема в том, что это все еще не отдельно, а лишь наложено. Поэтому в конце сессии или в начале ты этот игровой режим немножко минуешь, от чего тебя все равно возвращает к рабочему столу и теряется то самое игровое чувство. Кстати, я все еще такие устройства называю игровыми к ПК, поскольку это они есть. Это неплохо, поскольку тем, кто играет на ПК, они привыкли к этому, но меня как консольщику это отнимает время, немного триггерит, если вдруг происходит какая-то ошибка, и ты идешь в интернет на поиски ее проблемы. Кстати, одну из проблем я все еще не решил, и это запуск MV3 по подписке. Если до обновления на бету она игралась, все было нормально, то вот после меня игра заставляет ее купить, хотя она доступна по подписке, хотя при этом же без проблем запускается бетка Black Ops 6, для которой подписки нужна, то есть в чем причина, так и не понял. В общем, так или иначе, как и на всех подобных устройствах, с играми могут возникнуть мини-проблемы, которые нужно будет решать. И хоть многие, и в том числе и я, ругают винду, но она предоставляет самое главное, это возможность без каких-либо проблем загрузить разные лаунчеры, что обеспечит вам просто на этом устройстве больший список игр. Я, например, как владелец консоли Xbox, без проблем установил свой профиль, заюзал подписку к геймпасс, и все мои достижения, сохранения, и принеслись на это устройство, и это шикарно. Кстати, если вдруг у вас нету подписки, то можете оформить ее по ссылке в описании. Я понимаю, что на симдеке можно сделать подобное, но проблема в том, чтобы так сделать, нужен нереально жесткий пердолинг, которым многие просто заниматься не будут. Я лично предпочитаю сразу готовые устройства, и в этом Rock Alive для меня просто идеален. Захотел поиграть в Fortnite, просто скачал лаунчер эпиков, скачал игру, играй, захотел скачать Форзу, оформил подписку, скачал игру через компаньон Xbox, и все. В симдеке будь добр сначала похимичить, или просто играй в то, что есть в стиме. Кстати, что касаемо игр и производительности. Помимо того, что X-версия обладает большей памятью, да, теперь тут 1 терабайт, что позволяет скачать реально нормальное количество игр. К тому же она стала еще и мощнее, но не за счет процессора, ибо он тот же, а за счет оперативки, которая, насколько я знаю, по тестам в некоторых случаях обходит даже стимдек. Я не буду вам показывать и рассказывать фэпосы, я знаю, что среди пекарей и в целом технарей, это капец какая популярная вещь, помериться пикселями, кадрами в секунду, на каком-нибудь там, не знаю, киберпанке, гташке и так далее. Но единственное, что вам нужно понять, что каждая игра работает по-разному. Где-то вы сможете поиграть на средних, где-то на низких, где-то на сбалансированных, и все зависит опять же от оптимизации проекта. Если в целом, то тут обстановка будет лучше, чем на стимдеке, где-то в 5 фпс побольше, где-то в 20. Опять же, если вас интересует конкретная игра, лучше найти конкретное сравнение теста и самим глянуть. Но самое важное, на мой взгляд, это то, что это будет более чем играбельно. О чем говорить, если в той же новой колде я играл где-то в 70-90 фпс. Да, в этой версии экран есть, что тоже 120 герц, конечно, разницы особо я не заметил, но факт остается фактом. Играть более чем приятно, я лично поиграл и в гоночки, и в шутеры, и в 2д игры. И вот тот самый портативный гейминг, честно говоря, в последнее время даже дарит в каком-то роде больше эмоций, чем стационарный. То самое чувство, когда ты можешь куда-то поехать и взять с собой любимые игры, это вот, ну, просто великолепно. Недавно, когда я ездил в Мордовию, у меня есть что, есть игровой ноутбук тоже от Asus, на котором я, кстати, ролики для вас монтирую, сидя на работе, поэтому не жалейте лайков. В общем, брал я его в дорогу, чтобы поиграть. Проблема в том, что, ну, вот это тоже, хоть и компактная и приносная тема, но это намного неудобнее. Грейса капец как, нужно либо стол, либо нор, место, чтобы его нормально расположить. И несмотря на возможность играть в дороге, это некомфортно. С подобным устройством все наоборот. Взял, включил, играй, и самое главное, это реально удобно, как бы ты ни лег, ни сел, ни стоял, ни шел. И вот этот кайф находиться со своими любимыми играми, где бы ты ни находился, ну, просто великолепно. Особенно, когда ты действительно хочешь поиграть. Если вдруг ты постоянно дома, то штука также может тебе даже заменить стационарку. Докупаешь станцию, подключаешь любой геймпад по блютузу, либо же голову и мышь, и юзаешь как ПК. Тоже довольно здорово, и ее производительности опять же более чем хватает, чтобы комфортно провести время за всеми играми, которые доступны. Поэтому, как по мне, подобные портативные КПК, это своего рода действительно ультимативное решение, если вы хотите все и сразу. И поработать, и поиграть. Последнее можете сделать вообще даже на ходу. Rockalaya X, на мой взгляд, подойдет тем, кто хочет максимум. Новая версия действительно получилась довольно привлекательной, ибо в ней реально исправили все нюансы первой версии, предоставив лучше батарею, больше памяти, более удобную эргономику, производительность. И единственный последний вопрос будет в цене, а готовы ли вы переплачивать за эти улучшения. В целом, между обычной и X-версией разница в выборе, как и, наверное, в Xbox, практически. Просто здесь больше упора будет на память и на автономность. На мой взгляд, это того стоит, если, опять же, вы хотите получать максимум, и у вас есть на это деньги. Честно говоря, мне это устройство очень симпатично. Даже симпатичнее, чем Simdeck. Ибо он, знаете, наверное, больше для энтузиастов, которые, помимо того, чтобы поиграть, они еще очень любят поковыряться, и они это делают, мне кажется, даже больше, чем играют. У них в этом прекрасный комьюнити, который готов выжать максимум из того, что есть, всякими настройками, гайдами, лайфхаками. Но Rockalike X это, как по мне, уже максимум и без пердолинга. А такое мне подходит больше, отчего ты после покупки просто качаешь все, что тебе нужно и играешь с комфортом тебе качестве. В общем, я лично остался очень доволен этим устройством и тем, кому была симпатична первая версия, и вас беспокоили при этом все нюансы в ней, и особенно батарея, то в X-версии можете за это не переживать и смело брать, ибо устройство получилось действительно отличной работой над ошибками. На этом у меня все. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение об этом устройстве и спасибо за просмотр. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok